Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире программа «Сохраняйте чек». Я Михаил Губернаторов, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас сладкий выпуск. Сегодня я сохранил чек на незаменимый товар. Его название дословно переводится как «магические чары». И в холодные месяцы он реально может спасти вас от простуды. Достаточно просто съедать хотя бы одну ложку этого продукта в день. Причем в некоторых странах, помимо лечебного средства, его используют и как валюту. Заинтригованы? Напрасно. Ответ более чем простой. Сегодня разговор пойдет о цветочном меде. Мы начинаем. В Древней Греции считали, что те, кто ест мед, живут дольше. Даже бессмертие богов непременно связывали с этим сладким продуктом. В наши дни богов Олимпа можно встретить только в кино. А вот мед и по сей день славятся и пользой, и вкусом. Всего в мире производится свыше 1 миллиона тонн меда в год. В России больше всего пасечных мест находится в Сибири. Произведенный там нектар уходит даже на экспорт и ценится во всем мире. Но на прилавках можно встретить не только сибирский, но и краснодарский, ставропольский, уральский, татарский, башкирский и еще свыше 30 различных видов и марок меда. Как в таком многообразии найти хороший продукт, спросим у самарцев. Если после вкуса немножечко горчит, как бы, вот, горло, то он, как бы, считается более-менее натуральным. Он должен быть текучим, непрозрачным, чтобы там не было никаких вкраплений, соринок, то есть мусора и т.д. Прозрачный мед не должен быть, то есть он не должен быть вареным, но настоящий, нормальный мед можно отличить. Короче, чем хуже банка выглядит, тем лучше мед будет. Больше всего меда производят в Китае, а самый дорогостоящий мед в Израиле. За один килограмм такого продукта вы отдадите 10 тысяч рублей. На наших прилавках мед, конечно, куда дешевле, и, как говорят производители, в качестве не уступает. Но правда ли это, и с каким медом действительно и месяц прожить не жалко, сегодня будем разбираться. Для этого возьмем три банки цветочного меда от трех разных производителей. Героями сегодняшней программы станут торговые марки «Дарба», «Медовая долина» и «Натурин». Каждый образец промаркируем и расположим в афавитном порядке, согласно названиям. В завершении программы узнаем, какой продукт и вкусный, и качественный. Польза меда даже не вызывает сомнений. Веками его использовали в качестве лечебного средства. Все потому, что в нем содержатся витамины группы В и С, минеральные вещества, железо, магний, глюкоза и белок. Но в эру массового производства не каждая баночка меда может похвастаться лечебными свойствами. И виноваты в этом отнюдь не неправильные пчелы, которые делают неправильный мед. Речь идет о производителях, которые зачастую игнорируют основные требования и нормы к медовой продукции. Здесь нужно обратить внимание на то, что именно вы приобретаете. При покупке внимательно рассмотрите баночку с медом. Она должна быть герметичной, и желательно из стекла. Если присмотреться, то в натуральном меде можно различить воск и пульцу в виде маленьких частичек. Если в меде вы встречаете соринки и листочки, это говорит о том, что мед не фильтровался. Как ни странно, но это один из наиболее часто фальсифицируемых пищевых продуктов. Причем омрачить может не только вкус, цвет и запах, но и санитарное состояние товара. По этой причине с середины 90-х годов неуклонно ужесточаются международные требования к чистоте меда. Распространяются они на все страны мира. Понятно, что физико-химические свойства продукта вычислить при покупке сложно. Однако пару советов, как определить некачественный товар на месте, стоит запомнить. Если на поверхности меда имеется пленка или жидкость, продукт можно считать испорочный. Такой мед практически без запаха и имеет горьковатый вкус. Мед должен быть тягучим, притекаться по стенкам и должен быть мутным. Настало время и наших конкурсантов проверить на качество согласно советам специалистов. Ну что же, начнем наши глубоко субъективные тесты. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Растворим мед в воде. Если мед натуральный, раствор окажется максимально прозрачным. Это испытание прошли два участника – мед торговых марок «Дарба» и «Медовая долина». А вот натурин имел слишком мутный раствор. Идем дальше. Возьмем ложку меда и капнем в нее немного йода. Любое изменение цвета, кроме пожелтения, покажет наличие примесей непчелиного происхождения, например, крахмала. Его используют, чтобы довести продукт до нужного тягучего состояния. Это испытание прошли все участники. Каждый получает по баллу. Теперь смешаем ложку меда с ложкой уксуса. Если произойдет реакция, мед зашипит или выделит углекислый газ, продукт некачественный. И это испытание также прошли все участники. Хороший мед может храниться очень долго. Главное – держать его в инертной среде, которая не взаимодействует с продуктом. В этом плане лучше не использовать железную тару, не покрытую эмалью. Она может вступить в реакцию со своим содержимым. Пластик тоже не подходит. Лучше всего использовать деревянную либо керамическую посуду. В ней мед всегда будет свежим, вкусным, а главное – полезным. И последний наш тест на вкус. Причем пробовать наших конкурсантов будет необычный гость. Как известно, самыми ярыми любителями меда являются медведи. К одному из них мы и отправимся. Бурый мишка по имени Умка – один из стражей у зоопарка. Ему же 18 лет и ежедневно он съедает по ложке меда. Причем разобраться в качестве ему помогают не энциклопедические знания, а природная интуиция. Ему на пробу предложим наш мед и выясним, кто приглянулся ему больше. Медведь, естественно, любит мед, потому что он в природе разоряет гнезда с ульями. Каждый день с утра обычно мы ему на завтрак мажем хлеб, что сейчас делать будем, и даем ему, но не в больших количествах. Вещь понравилась. С таким удовольствием его съел он. Я думаю, мы еще добавки ему дадим. В сводной таблице представлены результаты всех испытаний. На этой неделе победителем стали сразу два участника – цветочный мед «Дарба» и «Медовая долина». Поздравляем победителей! Кстати, термин «Медовый месяц» пришел к нам из Норвегии. Там было принято, что в первый месяц молодожены должны обязательно есть мед и пить медовые напитки. Согласитесь, неплохая традиция, но даже во время медового месяца не забывайте сохранять чек, чтобы было что тестировать. Увидимся через неделю. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова